Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сегодня будем смотреть старт Старшипа, который намечен на 16.00. И сегодня суббота, 18 ноября 2023 года. Сейчас смотрят 121,5 тысячи зрителей. Качество, к сожалению, убогое. Ну, делайте, друзья, ваши ставки в комментариях. Будет большой взрыв или небольшой полет и большой взрыв. Тем временем остается 2 минуты 20 секунд до опуска, если не перенесут. Качество все хуже и хуже видоса становится жесть. Показывают корабль снизу. Двигаются движки. Почти минута остается до пуска. Время 15.59. Давайте обновим. Ну, ждем. Все, таймер завис. Значит, перенос опять. А, нет, смотри, пошло. 30 секунд остается до пуска. Так, что-то подвисает у них трансляция. 100% отмена будет. Или взрыв, или отмена. Так, ну, шо с таймером-то? И с качеством. Т 만�ован. Слых холки. Ребят планировал. Вал Next. Проказывая ручка. Просто не56. Слых день удар. Режисс editionクauxи. Режисс началось производство weitere patериях. Теперь малых хорош. перегрузил ну давайте пускайте уже таймер все остальные системы на hold на 40 секунд мы можем hold here около 15 минут до того до того чтобы уходить в комнату для этого но сейчас они работают на пилипирование и, идеально, мы сможем решить и решить и возвращаться на 40 секунд мы продолжаем и продолжаем и продолжаем и продолжаем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще ползунки, смотрите, LOX и CH4, это топливо... Макс Кью, максимальное давление, по-моему... Полторы тысячи километров в час, 15 километров от земли... Смотрите, как километраж добавляется, 18 километров... Девятнадцать... Две тысячи километров в час... Двадцать два километра от земли... Время полета 1 минута 38 секунд... Офигеть... Почти 40 километров от земли... Скорость 3600 километров в час... Офигеть... Они просто где-то уже в космосе черном летят... Смотрите на кадры... Потрясающе, конечно... 50 километров от земли... Так, качество ухудшилось... Так, давайте быстренько обновим... Так, 66 километров от земли... Движки выключаются... Осталось три центральных двигателя... То есть это как раз таки, видимо, вакуумные двигатели... Блин, вы посмотрите на эту красоту... Расстыковка есть! Первая ступень разворачивается... И возвращается назад... Домой... Охренеть... Высота 81 километр... Скорость 5000... Правый блок... 6000 километров скорость... Есть... Удивительно, ребята... Взрыва не произошло... Расстыковка произошла успешно, как ни странно... Вау... Типа... Левый бустер взорвался? Или что это было? Так... Что произошло-то? Левый бустер, походу, стартовый взорвали... Качество... Что-то... Паршивое качество у них тут... Так... Ну, вторая ступень у нас летит... Нормально... Тем временем... 8000 километров в час... Высота 124 километра... Самый. Минеморные... ракеты... Диаши... Комнатинг-�а... Без проблем, как можно сделать... Угл. Расстанциал... Законциал... Без проблем, переключали... Без проблем. Моги по-трибисту... Без проблем, не знаете... Сустроили оценку на автон much better... Без проблем. Без проблем... Без проблем с великими шагерами... Без проблем. Без проблем с великой д骗катой, Без проблем не гигаленов... Без проблем! 141 километра над землей и почти 11 тысяч километров в час скорость жалко конечно что первая ступень взорвалась причем так эпично на высоте 90 километров снарядовая лета на высоте снарядовая лета Насколько я помню, у них цель именно вывести вторую ступень на орбиту, и потом она должна приземлиться. Если все это получится, это будет, конечно, чудо, но со взрывом я, конечно, угадал, что на первой ступени что-то пошло не так, ну, после отстыковки, и они ее взорвали. Скорость все выше и выше, 15, почти 16 тысяч километров в час, высота 150. Качество все хуже и хуже у нас становится. 20 тысяч километров в час, мы можем выжить. Но эта траектория будет намекать на уровне энергии, которые мы нужны на реентировке, где мы можем действительно стремиться и получить дата на реентировке. 20 тысяч километров в час скорость. Тем временем топливо практически на исходе, то есть на посадку. Так, походу там переворот идет или что-то типа того. А, нет, переворот будет потом, он будет вот так на пузе ракета падать вниз, после этого она переворачивается резко и зажигает уже двигатели. Так, сейчас вот потихонечку, наверное, спуск пошел, да, давайте сейчас обновим, вот там движки отключились. Так, да, мы справа наблюдаем то, что движки не работают, и у нас потихонечку, наверное, начался спуск. Ну, потому что скорость больше не растет, высота от земли 148 километров. Сейчас должно быть плавное планирование вниз, ну, как вот нарисовано вот на самой ракете, да, топливо только на посадку у нас. Я не знаю, чему они радуются, там пока ничего не видно, совсем. Ну, успех колоссальный, конечно. Построить такую ракету, там, я не знаю, диаметр самой ракеты метров, наверное, 9-10. И высота там метров 200. То есть целый огромный дом, который отправили в космос. Блин, хоть бы картинку с самой ракеты пустили, это вообще классно было бы. Потому что, ну, в твиттере пока что, ну, вот эта шляпа картинка полная. И я имею в виду, до этого момента.